Историческая стыковка. Российские и китайские участки газопровода «Сила Сибири» соединились на границе двух стран. И уже в Китае сейчас подходит к концу строительство распределительного узла, через который скоро и пойдет российский газ. Проект реализуется с опережением графика. Как идет работа, своими глазами увидел Александр Балицкий. Метра за метром, в день получается ровно 240, китайские рабочие укладывают трубы для российского газа. Эти трубы, как уверяют инженеры, с самым большим диаметром в мире. Почти полтора метра, еще и из самой прочной марки стали, рассчитанной на максимальное давление. За швы отвечает робот. Робот-сварщик работает в трубе, а управляем мы им отсюда. Вот так. И там внутри сразу восемь сварочных манипуляторов начинают движение. Они как живые руки. На каждый стык ровно две минуты. У инспектора контроля качества никаких замечаний. Китайский участок силы Сибири, который здесь называют восточным маршрутом, протянется от российской границы и до Шанхая более чем на 3000 километров. И здесь, на его серединном участке, который составит ровно одну треть, то есть 1100 километров работы по укладке трубопровода в самом разгаре. Северный участок от Хайхэ до Чанлин уже готовится к тестовым испытаниям. Ведь уже 1 декабря российский газ по нему начнет поступать в северные провинции. Два других участка сдадут в эксплуатацию еще через год. Это самый крупный проект в области энергетики для наших стран. И он даст мощный импульс в развитии тех провинций, где сейчас наблюдается нехватка энергоресурсов. Вот и на красных флагах, что развивается на каждой такой машине, коммунистические призывы работать быстрее и еще раз быстрее. Здесь все работают усиленными темпами. Каждая бригада хочет стать победителем соцсоревнований. Но подгоняет строителей не только перспектива стать ударником труда. Торопят промышленные предприятия, где отказались от угля в пользу газа и преимущество оценили. Вы не представляете, что здесь было два года назад, когда мы использовали уголь. Небо черное-черное, сплошной смог. А сейчас, наконец, все видно. И даже небо. Политика властей КНР по замещению угля газом привела к крайне амбициозным темпам роста его импорта. В прошлом году сразу на треть. Но в планах еще и рост промышленного производства. А значит, голубого топлива потребуется еще больше. Договоренность с Россией уже есть. Плюс 6 миллиардов кубометров в год. Дополнительно к 738, которые уже прописаны в контракте стоимостью в 400 миллиардов долларов. Он рассчитан минимум на 30 лет. Александр Балицкий, Михаил Аратюхин. Вести из Шиньяна. Китай. Субтитры подогнал «Симон»